Прежде чем начать обзор, хотелось бы поблагодарить за предоставленный смартфон для обзора самый дружелюбный магазин гаджетов biggeek.ru Ссылка на магазин и на их YouTube-канал в описании под этим видео Раньше я был фанатом OnePlus, но после выхода OnePlus 7 я перестал ими пользоваться так как с выходом новых моделей в OxygenOS стало появляться больше багов от их звания убийцы флагманов не осталось и следа К тому же Google стал делать бюджетную линейку пикселей, я пересел на них и по сей день хожу с актуальным флагманом от Google Ютуберы в один голос к тому же твердят, что это конец эры OnePlus, компания уже не та и на то есть причины, ведь бренд официально перешел под крыло Oppo Раньше было как? Выходит актуальный флагман OnePlus, ему сразу же можно разлочить загрузчик, поставить руд накатить любую из десятка кастомных прошивок, которые кстати выходят еще и в день релиза смартфона но этим никто особо не пользовался, потому что OxygenOS и так всех устраивал Сейчас все еще можно разлочить загрузчик на данном телефоне, но смысла от этого особого нет потому что кроме официальной ColorOS нет ничего ну по крайней мере на момент записи этого видео Все это напоминает телевизионную передачу что где когда, что где валяется и когда все это кончится Привет интернет, это OnePlus 10 Pro и тут есть о чем поговорить Начнем с комплектации Вот в такой большой красивой красной коробке вы получаете смартфон, приятный силиконовый чехол к нему, а также зарядное устройство на 80 ватт и охренительного качества USB кабель Внешне и тактильно аппарат очень классный, тоненький, относительно легкий для своего размера, но весь шарм устройства напрочь улетучивается сразу после включения устройства ColorOS имеет большие проблемы с переводом Смотрите, половина настроек здесь имеет иероглифы, половина переведена на английский язык, еще половина на русском Из коробки нет Google сервисов, только пустой фирменный магазин Со стокового браузера, если ты заходишь на какой-нибудь сайт и он тебя предупреждает, мол этот сайт не одобрен китайским правительством, ты точно хочешь на него перейти? В системе полно китайского софта от магазина и мессенджеров до платежных систем и соцсетей Все это, конечно, можно вычистить, но на это, во-первых, уходит время, а во-вторых, будьте готовы к тому, что из коробки нет даже клавиатуры с кириллицей Сама ColorOS не ужасна, у нее все отлично со стабильностью, она очень быстрая, неплохо выглядит, да и в целом смартфоном даже так можно пользоваться с удовольствием Компания обещает представить его на глобальном рынке на OxygenOS Глобалка получит, в отличие от китайской, третий микрофон, встроенный в блок камер На этом отличие закончится, но не беспокойтесь, глобалка спокойно встанет даже на китайские телефоны, в этом нет ничего страшного Но Oxygen будет внешне почти неотличима от ColorOS У него больше не будет китайских сервисов, будет Google Play из коробки Но в остальном это будет фактически то же самое, что и ColorOS Но об OxygenOS мы еще с вами поговорим, давайте пока пройдемся по хардверной составляющей Экран 6,7 дюймов, AMOLED LTPO матрица 1300 нит, 120 герц, тач на 240 герц, есть поддержка HDR 10+, ну и прикрыт экран с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Матрица просто супер, это топовый экран, у него потрясающая цветопередача, даже под экстремальными углами изображение не выцветает, нет засветов Тач мега чувствительный, в экран кстати встроен еще и сканер отпечатков пальцев, тоже супер быстрый, достаточно просто одного легенького прикосновения Ну конечно, когда я на камеру это делаю, ни хрена не происходит, смотрите, ха-ха Ну а если чуть подольше подержать, смотрите, он просто отказывается Вот дерьмо, да, случается, когда на камеру что-то хочешь записать, но в основном он работает ультра быстро Давайте еще раз попробуем Да какого ж хрена Только со второго раза перехвалил, ладно, бывает По памяти бывает 8 либо 12 гигов оперативки и 128, 256 либо 512 постоянной памяти UFS 3.1 Оперативка типа LPDDR5 с тактовой частотой 3,2 ГГц У меня версия на 256 гигабайт и с 256 доступно 224 гигабайта Внутренняя память не расширяется, но этого объема мне вполне достаточно С памятью работает система очень странная, ее физически много, но приложения часто выгружаются из оперативки Вкладки в браузере тоже могут перезапускаться Если в браузере поставить что-нибудь на upload и потом заблокировать телефон Он какое-то время полежит и потом upload просто прекращается, либо оставить совсем минимальную скорость загрузки То же самое было и с OnePlus 5 Он у меня до сих пор есть дома, там была такая же проблема Прошла хреново гора времени, а OnePlus эту проблему так и не пофиксили Ну, видимо, в глазах китайцев это не проблема, это не баг, а фича такая Зачем она нужна, правда, непонятно, но вот так вот работает То же самое с играми, например, ставишь какие-нибудь игры скачивать ресурсы, блокируешь Он вроде какое-то время качает нормально, но потом проходит время, он засыпает и скорость падает Зачем это сделано? Скорее всего, для экономии заряда аккумуляторной батареи Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G На сегодня это самый противоречивый камень для Android-смартфонов Я очень боялся тут за уровень троттлинга и нагрева И скажу, что OnePlus 10 Pro тут очень любит погреться Однако с троттлингом в принципе все окей CPU троттлинг тест на 15 минут, он проходит с завидной стабильностью Производительность не проседает даже при стресс-тесте на 40 минут В играх сброса частот я тоже не заметил, но нагрев все же сказывается Греется аппарат довольно прилично При использовании нетребовательных задач он почти всегда холодный Вот как сейчас, в принципе, нагрев даже не ощущается Но, например, в играх или каких-то ресурсоемких задачах при рендере видео В стресс-тесте, например, мне удалось его максимум разогреть до 53 градусов на процессоре И до 46,6 на батарее Корпус при стресс-тесте нагрелся тоже очень сильно 41 градус Это весьма ощутимый нагрев Но, видимо, все флагманы на Snapdragon 8 Gen 1 будут печками И OnePlus тут не исключение Показатели в бенчмарках вы видите на своих экранах Цифер дофига, можно хвастаться Аккумулятор на 5000 мАч Есть быстрая зарядка 80 Вт А также реверсивная зарядка на 10 Вт Поддерживается USB Power Delivery 3.0 По игровой производительности я переживал По поводу нагрева, в частности Но, в принципе, его разогреть можно только, если играешь через мобильную сеть В онлайн игры и вот тогда нагрев ощущается физически По связи никаких нареканий нет Здесь две сим-карты формата Nano SIM Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, NFC, ну и USB Type-C стандарта 3.1 По камерам Здесь три модуля Основной модуль ширик на 23 мм, 48 мегапикселей f1.8 с оптической стабилизацией Второй модуль ультраширик, 150 градусов угол обзора, 50 мегапикселей f2.2 Ну и третий макромодуль, он же используется как портретник или зум На 77 мм, 8 мегапикселей f2.4 На самом блоке камер есть три основных модуля А также вспышка с пафосной надписью P2D50T P означает телефон, 2D модуль Hasselblad второго поколения A50T, очевидно, 50 мегапиксельная камера Всегда же мегапиксели обозначаются буквой T, не правда ли? Кстати, вспышку я никогда не использую по назначению Я использую ее только как фонарик И он тут довольно тусклый Фронталка на 32 мегапикселя, f2.4 В принципе, все Из фич он умеет записывать 8К видео Умеет делать портреты Ну и все вот эти стандартные фишки любого Android-флагмана По камере, честно говоря, я ожидал немного большего Потому что я очень много обзоров посмотрел от IT-педии За то время пока не пользовался сам лично флагманами от OnePlus И там он прям расхваливает его камеру Сравнивает с айфонами, попиксельно все высматривает Но, как по мне, он все-таки снимает немного хуже, чем мой Pixel 6 На мой личный субъективный взгляд Если вы не согласны, пожалуйста, пишите об этом в комментариях Если у вас есть Pixel и OnePlus, ваше мнение будет принято И я буду к вам прислушиваться Если же нет, ну вот, мое мнение теперь послушайте По части видеозаписи все-таки претензий у меня никаких нет Здесь офигительнейшая оптическая стабилизация 8К видео тоже детально пишет, все окей Но все-таки, когда ты загружаешь сторисы в Инстаграм Он как-то его по-хитрому пережимает И все равно видно, что ты записываешь на китайский Android-флагман Нет вот этого чувства премиальности, когда ты пишешь на Pixel И все тебе в комментах потом скидывают Вау, чувак, 60 FPS в сторисах, как ты это сделал? На что снимаешь? Когда я снимаю на OnePlus сторисы, ничего подобного Мне не прилетает, просто обычная камера Она тут неплохая, она просто обычная Уровня китайского флагмана, любого другого Я бы ее поставил на голову выше, например, Xiaomi 12 Потому что он гораздо лучше работает с портретным режимом У него очень адекватный HDR В принципе, по фото части он вообще Ну, ему нет равных, наверное, среди китайских флагманов Давайте посмотрим на реальные тесты фото и видео Немножко сравним с другими смартфонами, которые у меня сейчас В данный момент присутствуют на тесте Ну и выводы давайте сделайте сами, окей? Я просто выразил свое мнение Выводы делаете вы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отдельно стоит сказать про звук Здесь поддерживается кодек Qualcomm Acoustic Здесь есть стереодинамики Один внешний, основной И второй, вот этот разговорный Тоже используется для стерео Эффект стерео не такой крутой, конечно, как на Xiaomi 12 Но звук здесь просто потрясающий К тому же есть очень приятная тактильная отдача Она не на уровне айфонов, даже не на уровне пикселя Но все равно, ну, довольно приятная Нет вообще никаких к ней нареканий При том, что OnePlus говорит, что здесь очень продвинутые системы вибраций Даже название ей присвоили Охаптик А в настройках сотворили просто чудо чудесное Здесь есть демо-версия Заходим в сенсорный отклик Охаптик Нажимаем на Play И здесь очень приятные такие звуки Такая приятная демонстрация Такой отклик на каждое действие, происходящее на экране Тактильный ты чувствуешь Но, в принципе, это обычная вибрация обычного Android-смартфона Ничего прям супер вау выдающегося Я здесь не заметил Не понимаю всех придыханий Которые другие обзорщики по этому поводу выражают Но, тем не менее, прикольно Ну и по программной части тоже следует пройтись Как я и говорил ранее Это не отвратительное что-то Единственное, ну вот, очень много компромиссов у ColorOS Например, я привык к тому, что Если ты делаешь свайп сверху вниз от главного экрана То открывается шторка уведомлений А здесь открывается вот это Настройки, опять же, не все переведены на русский язык Есть, например, фичи, которыми я вообще не пользуюсь Есть голосовой помощник Brino Зачем он нужен, если он распознает только китайский язык? Ну, понятное дело, что телефон создан для внутреннего китайского рынка На глобалке, скорее всего, этого не будет Окей, давайте посчитаем плюсы и минусы К минусам я бы отнес отсутствие на данный момент глобальной прошивки Опа, прикроют OxygenOS Он не будет таким же, как прежде Ну и еще к минусам я бы отнес нагрев Ну а к плюсам, по факту, все остальное Это офигенный девайс И им приятно было пользоваться Но! Перешел бы ли я со своего Pixel 6 на OnePlus 10 Pro? Ответ нет И вот почему Когда вышел Pixel, он меня сильно разочаровал У него была масса проблем По части софта, по части железа Он грелся нехило У него были дичайшие проблемы со связью Но постепенно Google Pixel 6 допилили И кроме визуальных багов проблем практически не осталось Это все еще лучший смартфон по части камеры на Андроиде У него отличная детализация Фото, видео Это универсальный инструмент, который работает из коробки И это самое главное Я слишком стар для этого дерьма Мне уже не хочется ставить патченные ядра Искать способы, как запустить Google Pay на смартфоне за 600 с хвостиком баксов При этом здесь у Андроида кривые шрифты Вот объясните мне, пожалуйста, как так выходит Что у Pixel и у OnePlus один и тот же Android используется Но его берет Google и получается хорошо Берет OnePlus и получается фотоснимки Ну как так можно? Ну я честно не представляю Визуальная и эстетическая составляющая здесь нулевая Смотрите, календар и мягкий знак отдельно Ну черт возьми Ну вы же уже сколько лет производите эти смартфоны Неужели так сложно допилить эти мелочи? А именно из таких мелочей и состоит приятное или неприятное впечатление о том или ином смартфоне В общем, по части железа супер По части софта ужас Вот я бы назвал это так Давайте посмотрим, что будет с OxygenOS, когда она выйдет И тогда уже поговорим о нем отдельно Покеда